Издательство Эксмо представляет Нора Робертс Эхо смерти Читает Роман Шахов Любимая Умолкнет шум военных труп и флейт пастушьих Но эхо наших смертных дум пробудет отклик в новых душах Альфред Теннисон Для зимы печальные подходят сказки Уильям Шекспир Глава первая Она чувствовала себя бестелесным свободным призраком Умерла Парит в воздухе Все вокруг казалось расплывчатым, поблекшим и несущественным Или это она стала расплывчатой, поблекшей и несущественной А мир вокруг нее движется, полный невидимых для нее красок и неслышимых звуков Если так, то смерть похожа на жизнь И правда, какая разница? Разве что, может, смерть — это свобода? Вот только отчего? На краю сознания что-то царапнуло крошечными ноготками Нужно бежать, спрятаться Но зачем? Какой смысл? От чего прятаться? От смерти? Мертвые ведь могут спать Просто спать, спать, спать И все же ощущение было такое Будто она уже пробудилась Но все еще находится в тумане после сна Мысли разбредались Озадаченная она никак не могла понять, куда попала В рай или ад Поблекшие цвета и расплывчатые формы казались странно знакомыми Цвета вдруг стали резкими до боли в глазах А очертания — острыми И грозили поранить Затем все снова поблекло и расплылось И она ощутила покой Странное, тихое успокоение А потом вдруг уловило запах Да, точно Густой похоронный аромат лилий И крови Лилии и кровь Это ведь смерть, да? Нужно просто лечь Лечь и уснуть Наверняка кто-нибудь придет и скажет Куда идти и что делать Ангел Или дьявол В мозгу промелькнул смешанный образ обоих И она вздрогнула Нельзя ложиться Могут ли мертвые испытывать страх? Женщина подошла к двери и замерла Не сводя с нее глаз Войти или выйти? Выйти или войти? Так ли это важно? Кто-то потянулся к ручке двери Она сама? Во всем этом было что-то неправильное Кровь и лилии Дверная ручка повела себя странно Ускользала Двигалась вверх, вниз, во все стороны Это такая игра Мелькнула в мозгу И она слегка улыбнулась Что ж, поиграем Она протянула руку Отдернула Попробовала еще раз Поводила ладонью туда-сюда Затем сомкнула пальцы вокруг коварной дверной ручки И рассмеялась с тихим дребезжащим смехом Войти или выйти? Войти или войти? Дверь открылась И женщина шагнула в проем Мир мертвых оказался одновременно и ярким, и темным Покорившись, она вошла Больше всего на свете Еве сейчас хотелось избавиться от платья И сбросить туфли на убийственно высоких каблуках В конце концов Она исполнила свой долг И заработала жирный красный плюсик В графе Правила счастливого брака Когда нарядилась и накрасилась Чтобы весь вечер играть роль Жены успешного бизнесмена И кто только придумал Устроить благотворительный бал зимой Разумные люди предпочитают сидеть дома В теплой удобной одежде Когда лютый февраль поднимает безобразную голову А такой морозной ночью Даже не столь разумные давно спят Уютно свернувшись калачиком И все же это не повод увиливать от обязанностей хорошей супруги По счастью, Еве с мужем удалось провести три восхитительных дня На личном острове Рорка Наслаждаясь жаркими пляжами И еще более жарким сексом Если после всего этого нужно было пойти на маскарад Она не против Тем более, что бал уже заканчивается В понедельник она вернется на службу Будет носить удобную одежду и ботинки А еще полицейский жетон и пистолет Впрочем, жетон с пистолетом и сейчас при ней Лежат в дурацкой блестящей сумочке Лейтенант Ева Даллас Никогда не расстается с оружием и жетоном Наконец, она скользнула в уютную и теплую машину Бросила взгляд на фешенебельный истсайдский отель Какое счастье, что и он, и его вычурный, битком набитый бальный зал Остались в зеркале заднего вида Рорк повернулся, взял ее за подбородок И, проведя большим пальцем по ямочке, поцеловал Спасибо Бросиланский акцент, идеальное дополнение Было приятно повидаться с Чарльзом, Луизой и обоими мира Я нормально себя вела? Безупречно Если бы... Ева никодующе фыркнула Ты, наверное, не слышал наш разговор с той особой, У которой прическа вроде башни из взбитых сливок Она покрутила пальцем над собственными краткостриженными каштановыми волосами Я сказала, что не хочу возглавить ее комитет по интеграции исправившихся преступников в общество Так как слишком занята тем, что отправляю этих преступников в тюрьму Слышал Она принялась объяснять тебе, что полиция слишком много внимания уделяет наказанию, а следовало бы заняться интеграцией Страшно рад, что ты ее не стукнула Еле сдержалась Можешь поспорить на свою великолепную задницу Что если один из ее ИП, так она их называет, вломится к ней в дом Шарахнет по ее завитой башке чем-нибудь тяжелым И скроется со всеми многочисленными побрякушками Она не будет читать мне лекции о том, что закону недостает любви и сострадания Ну, ей не приходилось стоять над трупом или сообщать людям, что их близкий погиб Поэтому она понятия не имеет, сколько душевных сил и сострадания требует подобная работа Точно К счастью, я ее не прибила, да и остальных пальцем не тронула Довольная собой, Ева устроилась поудобнее Теперь можно и домой Скинуть эти дурацкие тряпки